Это город сегодня, главные новости краевой столицы. В прямом эфире меня зовут Дмитрий Пономарёв. Здравствуйте. И вот о чём мы расскажем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это выставка работы, на которой покажут, как освобождать голову перед сном. Ну и теперь обо всём подробнее. Татьянин день, он же день студентов, сегодня отмечают по всей стране и, конечно же, на Кубани. В Краснодаре рано утром осветили храм святой Татьяны. Деревянный приход её имени возвели на университетской территории, что интересно исключительно на пожертвования. В студенческом городке проживают больше 8 тысяч студентов, большинство из них православные, поэтому по просьбе самих учащихся, ещё пять лет назад здесь появилась небольшая молебная комната. Сегодня в память Татьяны осветить сердце храма прибыл митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор. С днём студента учащихся Кубани сегодня поздравил Вениамин Кондратьев. В Татьянин день губернатор вместе со своим заместителем Анной Меньковой посетил сразу два учебных заведения – Краснодарский технический колледж и Государственный институт культуры. Обращаясь сегодня к студентам, глава региона пожелал им удачи, но посоветовал надеяться не только на неё, а в первую очередь на свои собственные знания. Ведь успех этих молодых людей – это успех всего края и страны. Тему продолжат мои коллеги. Отмеряю провод по нужной длине, отрезаю бокорезами, зачищаю, чтобы можно было надеть конечник, надеваю маркер на провод, чтобы было понятно. Два часа и щит для управления лифтом собран. 16-летняя Мария Румянцева с лёгкостью справляется с электрическими проводами и блок-схемами. Для юной девушки отвертка, кусачки и спецовка куда ближе, чем, например, работа в офисе. Экономистов очень много, а вроде как электриков не сказала бы, что много, к тому же это востребована профессия во многих сферах. Я понимаю всё это в проводах, как читается схема. В этих учебных классах студенты Краснодарского технического колледжа на практике применяют полученные знания. Боксы имитируют реальные объекты. Тут можно собрать модель электропроводки для квартиры или научиться искать обрыв цепи. Так, у нас здесь есть сигнал, значит, ну здесь всё налажено и всё работает. Первый в крае ресурсный центр на базе колледжа. Он объединяет в себе семь лабораторий. И несмотря на то, что сегодня у студентов праздник, в кабинетах кипит работа. Небольшой перерыв только когда в класс зашёл губернатор, который приехал поздравить будущих специалистов. Вениамин Кондратьев узнал у молодых людей, насколько им комфортно учиться в таких условиях. Ресурсный центр, что это для вас? Получение нового опыта в наших специальностях. И для нас это какой-то прогресс. То есть то, что мы изучаем какие-то новые схемы, нам это интересно. Дает возможность поработать с тем или иным оборудованием, с чем мы будем работать. И это, пожалуй, главное преимущество подобных ресурсных центров. Ведь они позволяют готовить студентов для реальной работы в современных условиях. Специализированный центр капитальства, который аккредитован по международным стандартам. То есть подготовка электриков, электромонтажников на базе вот этого именно центра проводится по аккредитации международного стандарта, союза WorldSkills. Мы здесь готовим высококачественные ресурсы для сегодня современной нашей промышленности. Современнейшие ресурсы, высокоподготовленные кадры. Конечно, рывок не только в промышленности, а во всех отраслях экономики. Вот что здесь мы готовим. Мы готовим будущее, в том числе высокотехнологичные промышленности. Вот такая сегодня стратегическая задача в том месте, где мы с вами находимся. Подготовить тех, кто завтра будет делать этот прорыв, этот рывок. И слава богу, что у нас есть такой ресурсный центр. Это не то, что ресурс, это наша надежда. Надежда, что завтра мы не будем не только покупать технологии, но и сами их создавать. Для самореализации в колледже есть все условия. Начиная от современного оборудования для оттачивания навыков до тренажерного зала, который, кстати, студенты собрали своими руками. Например, эти гантели делали в собственной слесарной мастерской. С таким же заряженным настроением, как на тренировках, ребята готовились и ко встрече с губернатором. У каждого была возможность задать первому лицу края свои вопросы. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, обратился к аудитории и отметил, что время сейчас новое, и это открывает перед молодыми людьми огромные возможности. Главное, ничего не бояться. Нужно максимально попробовать то, что позволит вам совершить жизненный прыжок в успех. Это только в молодые годы можно почувствовать, ощутить и не потерять вот этот старт, разгон, с полным осознанием, где вы в жизни найдете себе применение. Не просто сидите за партами, не просто. Все время находитесь в поиске, пока вы еще в молодых годах, пока вы еще на старте. Всегда помните об этом, что слишком большая ответственность, в том числе на вас за принятое решение перед своими родителями, в первую очередь перед своей семьей, перед будущими вашими поколениями, вашими уже детьми. Я, конечно, хочу вас поздравить, но самое главное пожелать. Не потеряйте свой потенциал в свои 15-20 лет. Раскройте потенциал, почувствуйте, где вы максимально в жизни будете успешными. И совершите прыжок, прыжок из этих стен в большой жизненный успех. Президентский указ о дне российского студенчества был подписан в 2005 году. Но самой традиции весело встречать этот день с однокурсниками уже более 200 лет. Пожалуй, ответственнее всего к торжествам в честь праздника отнеслись в Краснодарском институте культуры и искусств. И это понятно. Будущие актеры, режиссеры, сценаристы сами вышли на сцену и устроили концерт. Будущим работникам культуры сегодня тоже повезло. Они смогли пообщаться с губернатором. Венимин Кондратьев приехал в ВУЗ поздравить студентов. Но сначала ему устроили небольшую экскурсию по самой творческой альмаматор Кубани. Главе региона показали ноу-хау – музыкальный кадетский корпус. Поступить в него могут мальчишки после пятого класса. Кроме школьной программы, здесь шесть лет обучают игре на духовых инструментах. Можно сказать, что это самые юные студенты. Я думаю, что у ваших сверстников еще два года назад не было такой возможности. А у вас есть. Сегодня государство делает все, чтобы выгрузки состоялись. А кем ты в России хочешь стать? С дирижером. С дирижером. Слушай, это очень ответственно. Какой ты молодец. А как звать тебя? В основном. Я думаю, что, знаешь, может запросто быть молодостью не только Кубани, но и всей страны России. Сможешь? Это точно. Ну, посмотрим. Сколько лет ты должен пройти по твоим подсчетам? Шесть. Знаешь, я желаю тебе удачи. Давай, удачи тебе. Я думаю, что главное, чтобы ты не изменил своей мечте стать дирижером. Известным дирижером, большим дирижером. Очень важно прививать родную культуру с детства. О сохранении кубанских традиций и обычаев Венемин Кондратьев говорил со студентами и преподавателями. Нельзя переоценить значение культуры для общества. В ваших руках очень серьезнейший инструмент. Серьезнейший инструмент, потому что общество именно через культуру может формировать нормы и правила. Через песни, конечно, наши песни, через наши танцы, через в целом кинематограф, через спектакль. Это же подсознательно формирует, дисциплинирует, приводит к топленному знаменателю все общество. Вы будете отвечать завтра. За культуру, за нашу нравственность, за диалоги, за традиции нашего великого народа. Я верю в том, что это понимаете, осознаете, чувствуете. Мы сами можем создавать и свое сегодня, и свое завтра. Краснодарский институт культуры и искусств – пример того, что инновации в образовании приходят не только в технические вузы. Интерактивная библиотека, музей народных промыслов. Везде современные технологии гармонично соседствуют с традициями. И, конечно, какой праздник без подарков. В День студентов в вузе открылась собственная спортивная площадка. Теперь уж точно про самых творческих студентов в крае можно сказать и душой, и телом. Краевая прокуратура сегодня подвела итоги работы за прошлый год. В расширенном заседании коллегии принял участие заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоти и глава Кубани Вениамин Кондратьев. С подробным докладом о результатах прошлогодней работы выступил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Особое внимание в надзорном ведомстве уделяют проблемам долевого строительства. Благодаря совместным усилиям прокуратуры и краевых властей удалось принять закон о защите прав обманутых дольщиков. Сегодня он успешно действует на территории края. Ваша практика является передовой и не только по округу, но и по стране. Это касается и вопросов подходов к учету объектов проблемных домов. Мы изменили самоопределение проблемности этого дома и правовой оценки действий не только недобросовестных застройщиков, но и всех должностных лиц, чьи действия либо бездействия привели к нарушению прав граждан. Отмечу, что фактически все совместно выработанные с вами идеи находят понимание и на федеральном уровне. В результате принятых совместно с органами власти мер восстановлены права 40 тысяч граждан. Введено в эксплуатацию 117 долгостроев. Инициировано принятие краевого закона, который расширил критерии признания недостроенных домов проблемными объектами и определил порядок подбора инвесторов. Каждый такой дом под пристальным вниманием и надзором прокуроров. Совместные действия исполнительной власти, органов местных, с управлением прокуратурой привели к локализации очень проблемного направления. Это обманутые дольщики в нашем крае. И сегодня есть конкретный результат. А в первую очередь результаты в том, что был создан краевой закон, то есть то правовое поле, согласно которому мы смогли выходить из этой ситуации. Выходить с результатом, еще раз подчеркну. Дольщики видят, что прошлый год показал результат. Значит, они надеются, что в этом году результат продолжится. В части того, что они будут вселяться в свои квартиры. Так вот, я почему сказал, что здесь очень вовремя среагировали. Это личная сегодня заслуга, я считаю, Андрея Владимировича. Спасибо вам огромное в целом. И от тех людей, которые вселились, коллеги, их полторы тысячи человек. Это и есть результат совместной деятельности. Конкретной. Меня Минкондратьев поблагодарил прокурорский корпус за активное участие в законотворческой деятельности. Глава региона отметил взаимодействие ведомства и краевой власти также в вопросах безопасности, борьбы с коррупцией и соблюдения закона. Во время своего выступления губернатор попросил прокуроров усилить контроль в сфере ЖКХ. Приставленного внимания сегодня, коллеги, в том числе, требует с вашей стороны и сфера жилищно-коммунального хозяйства. В том числе, начисления коммунальных платежей. По крайней мере, из чего складываются эти цифры, которые приходят в квитанциях. Поэтому здесь, конечно, своевременное прокурорское вмешательство в деятельность тех компаний, которые только присылают квиточки и не чувствуют социальной ответственности за те цифры, которые они в них вписывают, тоже залог того, что мы сделаем прозрачной, в том числе и деятельность жилищно-коммунального хозяйства. И вот здесь, еще подчеркиваю, своевременное вмешательство прокурора, оно просто не позволит им играться и баловаться, в том числе и где-то с завышениями тарифов на те или иные коммунальные услуги. Неизменным приоритетом для нас осталась борьба с коррупцией. Выявлено более 8 тысяч нарушений, за совершение которых 2 тысячи лиц понесли дисциплинарную и административную ответственность. Для организации уголовного преследования следственные органы было направлено 64 материала в отношении коррупционеров. Они причинили учебную сумму 225 миллионов рублей. В судебном порядке инициировано возмещение 30 миллионов рублей, полученных чиновниками в результате незаконного обогащения. Ключевой задачей продолжает оставаться качественное разрешение жалоб граждан. За защитой своих прав в органы прокуратуры края в прошлом году обратилось 230 тысяч. Жители. Каждый четвертый на личном приеме. Губернатор отметил, что также необходимо контролировать и расходование бюджетных средств. В частности, это касается и качества выполненных работ. Контролируйте, надзирайте, не взирая ни на что. Насколько качественно деньги уделяются, насколько качественно проходят закупки, насколько качественно выполняются работы, особенно за бюджетные средства. Коллеги, знаете, особо обидно, когда деньги есть в бюджете, а результатов нет. У нас один дорожный фонд в этом году составит 31 миллиард рублей. Дорожный фонд, коллеги. Поэтому нам важно, чтобы здесь и строительство, в том числе дороги, и их качество, и на самом деле, насколько они строятся, или только на бумаге. Это тоже ваша поднадзорная деятельность. Вам подконтрольны отчасти с точки зрения и законности компании, которые привлекаются, ну, конечно, и результатов их работы. Также благодаря прокурорским проверкам на Кубане удалось выплатить долги по заработной плате более чем на 526 миллионов рублей. Другим темам. В Краснодаре Евгений Первышев провел прием граждан по личным вопросам. На встречу к главе города записались 6 человек. Они обратились за содействием в решении личных и общественно значимых вопросов. Евгений Первышев подробно рассмотрел каждое обращение. Вопросы касались необходимости юридической помощи, подключения многоквартирного дома к коммуникациям, переселения из аварийного жилья. Также во время приема были рассмотрены вопросы транспортной доступности и развития инфраструктуры пригородных поселков, содействия собственникам жилья в подключении к системе газоснабжения и решении проблем, которые связаны с работой управляющих компаний. По распоряжению Евгения Первышева всем будет оказана юридическая помощь для решения проблем. Прием граждан по личным вопросам глава Краснодара проводит ежемесячно. Заявление принимают в отделе по работе с обращениями администрации города. Трижды на волоске от смерти, множество серьезных ранений и несколько лет в плену. Летчик Иван Кабаков знает о войне не понаслышке. Сегодня председатель городской думы Вера Галушков встретилась с ветераном и вручила ему памятный знак за освобождение Ленинграда. Я до сих пор летаю, говорит Иван Иванович, только во сне. Пикирую в небе и сбиваю вражеские самолеты. Память ведь не сотрешь. С выпускного в авиационном училище сразу в кабину военного самолета. А потом 100 боевых вылетов, 11 ранений, концлагеря и блокада Ленинграда. Что такое 900 дней блокадных? Эта эпопея страстная. Первые дни буквально противник нанес удар и что? Уничтожил. Продовольственные склады уничтожил. Настал в нем ради голод. Что там кушали? Голод. Это неродная тетка. Страшная. Ленинград. Ленинградцы пережили многое. На груди у летчика Кабакова ордена и десятки медалей. К боевым наградам сегодня добавился еще один памятный знак за освобождение Ленинграда. Председатель городской думы Вера Галушко навестила ветерана и поблагодарила его за победу и самоотверженный труд. Человек он легендарный и даже в свои годы очень живой, очень хорошо рассказывает о своей судьбе. И я хочу сказать, как ветеран Великой Отечественной войны, он проводит огромную работу среди молодежи. Ходит в школу, выступает среди школьников. Это хороший, живой пример, жизненный пример для нашей молодежи. Вот на таких людей, как Иван Иванович, нужно равняться. И не только школьникам, нам всем. Спасибо им за победу. За полвека в авиации 22 тысячи летных часов. Это как дважды слетать на Луну, говорит ветеран. Сегодня Иван Кабаков, несмотря на свой почтенный возраст, активно участвует в общественной жизни краевой столицы и главной своей задачей, считает патриотическое воспитание молодого поколения в духе преданности и верности своему Отечеству. Юлия Жизневская, Николай Цедрик, Наталья Пилипко, телекомпания «Краснодар». Пылающий адрес войны. Пешая экскурсия в Краснодаре по памятным местам, которые связаны с Великой Отечественной войной. Проводит ее в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. На экскурсии побывала Татьяна Леонова. Она готова поделиться своими впечатлениями. Пылающий адрес войны – пешая экскурсия, которая стала для Краснодара традицией. Начали ее в этом году с памятника воинам-освободителям. Установили его в 1965 году в честь 20-летия окончания Великой Отечественной войны. Эту экскурсию проводят в Краснодаре уже второй год подряд. За это время ее успели полюбить гости и жители краевого центра. Мы видим, что это мероприятие набирает узнаваемость, интерес жителей города Краснодара. И самое главное, это мероприятие проводится в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Сегмент работы именно по патриотическому воспитанию молодежи, по исторической части, для того, чтобы люди знали, жители города Краснодара знали историю своего города. Следующая точка на маршруте – памятник «Связь поколений». Это один из самых молодых в городе. Его установили в 2015 году. Еще один интересный факт – это единственная скульптурная композиция в Краснодаре, где главный герой – ветеран Великой Отечественной. Прототипом главного героя композиции стал Григорий Танаян, родной дед скульптора Георгия Захаряна. Внук решил воплотить в образе своего дедушки образ ветерана, который бы ознаменовал такое почтение к тем, кто участвовал в войне, ну и, соответственно, выразил свое уважение, в первую очередь, к дедушке. Памятник «Преемственность поколений» не зря расположен рядом с 48-й гимназией. Действительно, для школьников современных очень важно напоминать им об истории. А это библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина. До войны здесь находилась армянская национальная школа. В период оккупации Краснодара здание было разрушено. В годы Великой Отечественной войны в Краснодаре было разрушено более 400 зданий. Бывшую школу восстановили в 50-х годах. В это же время сюда переехала и библиотека. Еще одно знаковое место на маршруте здания, где прошел первый открытый судебный процесс над военными преступниками. Было это в 43-м году. А в этом доме в годы оккупации Краснодара было расположено гестапо. В подвалах были пыточные комнаты. Живыми оттуда не возвращались. Я просто первый раз в этом городе, в Краснодаре, приехала из набережной Шелнов. Мне просто было интересно узнать историческую часть этого города. Хотелось рассказать сыну об истории нашего города, о временах оккупации Великой Отечественной. Что происходило здесь, какие памятники установлены в честь этих событий, чтобы он лучше знал историю своего города. Вся наша жизнь – это борьба с цветом, с тьмой. Как современные события в мире показывают, что мы должны прямо, четко, конкретно становиться на сторону добра. Это мучат как раз-таки такие экскурсии. Не знать историю, просто быть вообще необразованным. Для детей полезно. История Кубани, история России – это просто так надо. Должны все знать это. Везде были многие. Вот на Краснодар мы как бы увидели такое, решили сюда поехать, что где еще можем. Мы слышали столько много интересного, тем более. Если вы не успели попасть на экскурсию «Пылающий адрес войны», не расстраивайтесь. Еще есть время. Акция будет длиться на протяжении всего месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы вплоть до 23 февраля. Если вы хотите записаться на экскурсию, звоните по телефону, который сейчас видите на экране. Финальная точка экскурсии – сквер имени Жукова. Здесь расположена арка «Имя гордится Кубань». На мраморные доски нанесены имена наших земляков, в том числе и тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны за мирное будущее нашей Родины. Татьяна Леонова, Антон Чернышев, телекомпания «Краснодар». Особая забота. Члены городской межведомственной комиссии дают оценку жилым помещениям, которые предназначены для детей-сирот. Собственное жилье они получили по федеральной программе, которая на территории Краснодарского края действует уже не первый год. Подробности расскажем в сюжете нашего корреспондента Валентины Щербаковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Администрация города, комиссия проследовала жилые помещения. Очень приятно. Мы подождали. Показывайте, какие у вас есть замечания. Ну, у меня все хорошо. Ну, разрешите. Да, конечно. Визуально. Эта квартира – одна из первых, которую проверили специалисты по улице Кадетская, 8. Всего комиссии предстоит обойти 83 квартиры. Батареи в квартирах горячие, автономная котельная, у каждого литера своя. Межведомственная комиссия проверяет каждую комнату. Как открываются окна, ровные ли откосы, в каком состоянии краска и штукатурка, работают ли счетчики и как смонтирована сантехника. Проводим осмотр предоставленных жилых помещений. Фиксируем все те недочеты, которые имеются, если они имеются. И предоставляем всю эту информацию застройщику, который в рамках муниципальных контрактов обязан устранить допущенные нарушения. Также в максимально короткие сроки договоренность достигнута. Это будет сделано. Для детей-сирот и по каким-либо жизненным обстоятельствам оставшихся без попечения родителей это первые собственные квадратные метры жилья. Экспертная группа результаты осмотра помещений детально фиксирует в протоколах. Затем сверит по нормативам соответствие требованиям. Слушают все замечания новоселов, провисшие дверные петли, тугие проемы, слабые крепления раковин, отслойка штукатурки. Каждое замечание идет в общий сводный документ. Все это застройщик обязан будет устранить. Здесь мы делаем уже ремонт по устранению недостатков. Вот двери регулирует человек Володя. Пожалуйста, в Ольхе зайти внутрь. Слой пены, понимаете, когда сильная влага, пена продолжает работать. И коробку может немножко потянуть, из-за этого дверь будет в притворе вот здесь не входить. Понимаете? Поэтому я сейчас не буду ставить, потому что здесь я уже устранил за счет ответной планки. Дом сейчас прогревается. В результате в течение недели они и сами будут закрываться, когда подсохнет. Но сейчас это необходимо. Человек хочет, чтобы сейчас закрывали. Сделаем сейчас. Супруги Бугримовы числились в очереди на получение собственного жилья последние пять лет. В декабре 2018-го, как и другим сиротам, позвонили из администрации города, чтобы те принесли необходимые для оформления жилья документы. И вот теперь они полноправные владельцы собственной квартиры. Мы заселились и начали потихоньку обставляться. Вот по сегодняшний день мы постепенно-постепенно обставляемся, подготавливаемся. Есть, конечно, маленькие недочеты, которые можно устранить без ремонта и всего остального. А в остальном мы всем довольны, рады. Квартира хорошая, местоположение хорошее. Квартира главное тепло. К слову сказать, все квартиры находятся в новых литерах на отдельной территории. Здесь есть детская площадка и, что немаловажно, парковка у каждой квартиры своя. Устранить недочеты застройщик обязуется как можно скорее. А вот комиссия, в свою очередь, выполнение этого обещания повторно отследит и проверит. Вместе с новыми жильцами этих домов. Валентина Щербакова, Иван Жалнин, телекомпания «Краснодар». Зачем он это делает? Вот такое видео выложил у себя на странице в Facebook помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. Место события – поселок Лорис, где в прошлом году было проведено масштабное благоустройство придомовой территории. Владимир Вербицкий рассказывает, что с начала Нового года здесь уже украли три новые лавочки. Видимо, кому-то не нравится благоустройство дворов, и они решили внести свои коррективы. Помощник мэра предложил зломышленнику явиться с повинной и высадить аллею прощения на окраине Лориса. Он также задался вопросом, нужно ли все прикручивать в городе или научимся когда-нибудь не воровать. В любом случае, полиция уже начала проверку по факту похищения. В 2018 году в поселке в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в краевом центре было оборудовано 8 детских и 6 спортивных площадок. Высажено 238 деревьев и более 2300 кустарников. Установлено 260 новых лавочек. Смонтировано 36 опор уличного освещения и 149 светильников. А также уложено около 11 тысяч квадратных метров тротуарной плитки. Улицу Автомобильную в Краснодаре планируют отремонтировать до середины февраля. Жители, которым приходится ходить и ездить по этой улице на участке между Ростовским шоссе и улицей Московской, активно жаловались в соцсетях на состояние дороги. Глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев, представители Департамента транспорта и дорожного хозяйства, провели на месте рабочую встречу с предприятиями и организациями, находящимися на этой улице. Именно предприятия, расположенные вдоль улицы, в основном пользуются этой дорогой. Их техника привела проезжую часть в такое состояние. Свою лепту внесли и спецмашины, которые по этой улице подъезжают к нескольким строительным площадкам. На собрании с представителями предприятия решили совместными усилиями привести данный участок дороги в порядок. А именно вырыть канаву, отвезти воду с улицы и отремонтировать гравийную дорогу, отсыпав ее так, чтобы вода стекала в траншею. На встрече договорились, что предприятия примут участие в финансировании работ. Планируется, что дорогу приведут в порядок к середине февраля. Как рассказали в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, здесь предстоит провести серьезную работу, а поэтому нескольких дней недостаточно. В первую очередь нужно вырыть канал водоотведения, а после дождаться, пока дорога просохнет. И только тогда можно будет приступать к ремонту. Параллельно с этим готовится проект капитального ремонта улицы, в том числе строительство ливневки. Планируется, что реконструкцию проведут в 2020 году при выделении средств. Лампочки, градусники, батарейки и даже медикаменты. Оказывается, они при правильной утилизации могут получить вторую жизнь, а при неправильной стать причиной больших экологических проблем. О том, чем они опасны для окружающей среды, как их сортировать и как мусор, получает вторую жизнь, узнавал мой коллега Антон Балзовский. Вот вещи, с которыми мы в повседневной жизни знаем, как обращаться, но знаем ли, как от них избавляться, вот в чем вопрос. Для этого мы приехали сегодня в агентство ртутной безопасности. Как оказалось, я совершил сразу несколько ошибок. Во-первых, батарейки и лампочки сложил в один пакет, а что еще хуже, некоторые опасные коммунальные отходы принес вообще без упаковки в руках. И как оказалось, я такой не один. Как правило, жители несут кто в чем, кто несет в пакетах, кто несет в бумаге, кто просто приносит эти лампочки в упаковках производственных, картонных или в пластике, в стекле. Конечно же, вся упаковка – это дополнительные отходы. Всегда принимаем в любой упаковке, но мы также в подарок за участие в наших акциях предоставляем такой мини-бокс. Он удобен для домашнего использования в накоплении. И если вы обратите внимание, то его конструкция, во-первых, не такая объемная, и во-вторых, это из картона, а не опять-таки из пакета, да, из другого отхода, пэт или стекла. То есть отход отходу рознь. Так, с этим разобрались. И все же, чем эти вещи так опасны для окружающей среды? Оказывается, безобидные с виду лампочки, градусники и батарейки, попадая в почву, просто ее убивают, так же, как и все живое вокруг. И восстановить это место уже будет невозможно никогда. Однако даже такие вредные для экологии отходы могут нам еще послужить. Если кто-то думает, что весь этот мусор пропадает после утилизации навсегда, то он глубоко заблуждается. Вот что можно получить всего лишь из нескольких утилизированных лампочек. А еще отработавшие шины впоследствии могут быть использованы для изготовления новых или пригодятся при производстве мебели. Правда, перед этим эти отходы проходят многоступенчатую систему переработки. Из шредера у нас загрузчики сырья. Это вот эти вот резиновые чипсы и пиролизный реактор. Это у нас система очистки газов, система кондиционирования, установки, готовая продукция. Это пиролиз и технический углерод. Вот такой вот круговорот мусора в природе. Поучаствовать в этом увлекательном и, главное, полезном для экологии процессе сможет любой краснодарец. Урны для утилизации твердых коммунальных отходов завтра будут стоять в четырех районах Кубанской столицы. Адреса вы сейчас можете видеть на своих экранах. Так давайте же вместе придем и избавимся от этого мусора правильно. Ведь наша экология зависит только от нас самих. Антон Балзовский, Андрей Барбашов, телекомпания Краснодар. Татьянин день празднует сегодня в Краснодарском колледже права экономики и управления. Он вошел в топ-10 международного рейтинга учебных заведений среднего звена. А благодаря кому? Конечно же, талантливым и активным студентам. Как организованных досуг в учебном заведении расскажем в нашем следующем сюжете. Анна Басалаева – одна из лучших студенток не только колледжа города Краснодара. Диплом международного конкурса – одна из 20 побед на российских просторах. Отличная мотивация помогает учиться и зарабатывать благодаря своим знаниям. Колледж права экономики и управления годами создавал систему поощрений, рейтинг студентов, волонтерские и молодежные центры. И сейчас пожинает плоды. Наша задача как образовательного учреждения – не только дать высокий уровень квалификации в специальности, но и позволить студентам проявить все грани своих возможностей, творчества, всего, что они могут сделать. Из этого складывается настоящая личность, из этого складывается настоящий студент. В молодежном центре колледжа только на февраль запланировано 26 мероприятий. Все благодаря руководителю центра. Родион – победитель городского конкурса «Горящие сердца». Лауреат общественной награды «Края благотворитель Кубани» – призер международного фестиваля «Молодые профессионалы». Молодежная политика города, администрация города, управление по делам молодежи также полностью нам доверяет. Мы проводим какие-то свои мероприятия вместе со студенческим советом города Краснодара и с другими общественными организациями. На счету ребят уже два масштабных городских проекта. Молодежный квест в честь года добровольца и новогодний бал в центре молодежной политики. Сейчас репетируют масштабное событие для всех старшеклассниц Краснодара «Мисс весна-2019». Узнать о конкурсе и о направлениях работы этого центра можно на сайте колледжа. Наталья Пьянова, Наталья Пилипко, телекомпания «Краснодар». 50 оттенков черного, 8 стихий и 9 цветов. И все это о новой выставке краснодарской художницы Галины Хайлу, которая открылась в галерее «Артсоюз». Назвала она этот проект «Портрет для моей спальни». И, как говорит сама художница, название не случайное. Кто-то мучается бессонницей на склоне лет с возрастом, а кто-то в современном обществе и юные, молодые люди тоже страдают такими же, можно сказать, заболеваниями. И, в общем-то, услышала фразу о том, что следовало бы освобождать голову перед сном. А сон – это маленькая же смерть. Освобождать голову перед сном. И вот следовало бы в каждой спальне, наверное, вешать без головы портрет. В экспозиции «Восемь полотен», и, как говорит автор, каждый из приходящих на выставку сможет подчеркнуть из них что-то свое, а может быть и открыть что-то новое. Приходите и убедитесь сам, экспозиция будет работать до 7 февраля. Продолжение милой истории. Не так давно мы рассказывали вам про Билла, которые уже целый год навещают семью в фестивальном микрорайоне. Оказалось, что это мальчик и девочка. Последнюю краснодарцы назвали Соней, а вот имя ее другу пока не придумали. Запустили новый конкурс в интернете. И продолжает выкладывать милые ролики с ними. Видно, что дикие зверьки чувствуют себя в квартире людей как дома. А хозяева уже и не будут удивлены прибавлению в таком веселом семействе. Это пока все новости. До встречи на телеканале Краснодар. Всего доброго.